Вот, значит, если у нас с вами есть человек, что у нас должно быть с ним, с человеком, чтобы у нас отношения с ним были? Это вы все начитались уже, знаете, секретные формулировки, а я предлагаю без секретных формулировок, а сосмысленно. Значит, что? Ну, вот давайте так, вообще у нас должен быть континьюм содержательный. Содержательный континьюм. Ну, вы поймите, ну, как бы, вот вы, когда с кем-то разговариваете, вы о чем разговариваете? Ну, о чем, что и вы, и он в курсе? Ну, то есть, вы вот можете с друг другом про красную таблетку поговорить, например, да? А если кто-то из вас будет рассказывать, там, как он, эти, строит плотины, какие-то мне тут рассказывали, или еще что-то, ну, как бы, вы послушали тогда, ну, все, понятно, там, плотины. А у нас тут, знаете, вообще такое строится, даже не представьте себе. Вот, да. Да, и раньше у нас был содержательный континьюм сам собой, потому что у нас было мало информации. То есть, вот, если вы со своим партнером подписаны на одних и тех же людей в Инстаграме, на одних и тех же людей в Ютубе, на одних и тех же людей в Фейсбуке, да? И на медиатеке ОКО, ИВИ и прочее вам демонстрируют, тоже вы включаете, всегда одно и то же для вас двоих. Ну, вот. Если он посмотрел, то и будь любезна. Ну, так раньше было, понимаете? Ведь ужас состоит в том, что раньше ровно так и было. У людей был один содержательный континьюм. То есть, они жили в одном информационном поле. Вы сейчас просто сравните друг у друга, что у вас там в этих вот средствах информации и поймите, что вы находитесь просто в разных мирах. И дальше вы собираетесь друг с другом, что-то, ну, как бы, не получится, да? Значит, соответственно, почему я говорю, что необходимо иметь какое-то общее дело? Потому что интересы полностью вы не сблизите никогда. Особенно мальчики с девочками, ну, я слабо себе представляю. Я, конечно, могу попытаться, но боюсь, что не получится. Вот. Мальчики и девочки. Да, но если у вас есть общее дело, которым вы вместе занимаетесь, ну, которое вы считаете для себя оба важным, то в этом случае у вас, естественно, появится континьюм. Второе. Фильм назывался «Доживем на понедельник». Счастье – это что? Это когда тебя понимают. Значит, почему это важно? Значит, мы раньше жили в мире, где был Бог. Бог был. И если вам было плохо, вам было куда пойти. Вы шли, там сейчас тоже ходят туда, вот, и у вас есть собеседник. Что такое молитва? Это общение, да? Я собеседую с человеком, с нечто, что меня поддержит, потому что оно априори меня любит, ценит, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас вы куда пойдете? Есть. В бар, там, ну, как бы, там поговорить, конечно, можно, но так нет. Вот. И у нас конструкция была, что после того, как отменили веру в этом, в Советском Союзе, это возникла проблема. Ну, вот, и дальше мы стали, как бы, формировать что-то, что будет понимать, да? У нас вот считалось, что вот должен быть, например, политработник, который тебя поймет. Но так по кино, если вы не смотрели, ну, вот, вы посмотрите советское кино. Там появляется всегда человек, который как пастор. Он тебя выслушает, он справедливо примет решение, он все после тебя поймет, и потом еще пойдет вместе, значит, бороться с несправедливостью, чтобы все у тебя было хорошо. Но по жизни этого не было, вот. Поэтому было счастье, когда тебя понимают. Вот. Сейчас при общей аутизации, при общем вот этом раздрае и так далее, при отсутствии мифов Древней Греции, только моя Гера с Гермесом, вот, да, да, при этом, при всем, вам нужен человек, который вам окажет психологическую поддержку. Который просто вас примет, какой вы есть, понимаете, скажет, а, прорвемся, и, как бы, хочешь поговорить, давай поговорим. Вот. Сейчас в дружбе даже такого нет. Люди могут только сами о себе разговаривать. Я вообще, конечно, нахожусь в удивлении. То есть ты приходишь, и человек что-нибудь говорит про себя. Говорит, говорит, ты на это смотришь, думаешь, ядрен. Это, как бы, я не мешаю. У меня такое вот прямо сейчас стало возникать ощущение, что мешаешься. Ну, то есть, как бы, так бы текло бы даже как-то быстрее и залихвастся. Ну, то есть я как-то ограничиваю в буйстве, так сказать, этой аутизации. Вот. Да. Значит, поэтому у вас должен быть собеседник. Он у вас должен быть человек, с которым вы можете разделить свое эмоциональное состояние. Вот. Это я называю не чувствовать себя одиноким. И третье. Сексуальность. Если вы все-таки, значит, как-то взаимодействуете, вы никуда не уйдете от половой потребности. Она просто физиологически в вас шита. Ну, то есть вы ее не можете там. Я не знаю, как живут эти священники, которые там. Как это? Вот. Что надо? Я никак-то не... Ну, ладно. В общем, я не знаю, как они живут. Вот. Но вы не можете ее куда-то деть. Она у вас все равно есть. Вот. По крайней мере, как бы, так сказать... Да, Господи, она есть до очень позднего возраста, я вам должен сказать. Вот. Вот. Да. Значит, и, соответственно, сексуальность. Но вот посмотрите, как бы, вот это. Посмотрите вот это. И дальше, какая у вас может быть сексуальность? И по этому поводу, значит, я думаю про сексуальность просто как про способ получения удовольствия. Но когда вы с кем-то вместе едите что-то вкусное, да? Вы же совместно получаете от этого удовольствие. Я не знаю. Когда вы с кем-то играете, я не знаю, в лапту какую-то. Вы же совместно получаете удовольствие, да? То есть это какой-то просто способ как-то так взаимодействовать, чтобы обоим было офигенно и прикольно. Да? Но вот такого отношения к сексуальности пока нету. Оно вот какое-то все время больное, как бы какое-то напряженное, как будто бы это еще какая-то торговля. Ты мне, я тебе, там, или я должен, я должна, я не должна и так далее, и так далее. И вот это вся эта глиматья. И вот если мы поймем, что наша сексуальность давно уже вышла из примитивной биологии, что она просто осталась набором эрогенных зон, ну, как это не тривиально прозвучит, которые позволяют людям испытывать удовольствие, и они могут это делать вместе, потому что вместе веселее. По одной простой причине у нас есть схема тела в теменных долях. И когда вы сами себя трогаете, вы знаете, что вы сами себя трогаете. А когда вас что-то другое трогает, вы знаете, что это другое. Если бы не было этой проблемы, вообще у всех было бы все хорошо, поэтому, конечно, магнитную катушку на теменную долю и как бы можно без партнера. Но пока мест мы, значит, не можем без этого, обойтись, без этой катушки не работает. Значит, придется как-то договариваться. И существует куча всяких разных в свое время. Не смотрели, посмотрите, есть сериал. Он на самом деле муторный. Но мне было очень интересно смотреть. Это Мастерс и Джонс. У меня есть их автографы. У меня есть отдельные автографы. У них совместно фотографии есть автографы. Это два человека, которые занимались изучением сексуальности. И они просто обучали людей получать удовольствие от сексуальной близости. Потому что к этому же не учат. Ну, говорят, типа, брачная ночь. Это, зашли. Мы тут на контроле. Не учат. И они, понимая, столкнулись с большим количеством проблем в семьях американских. Потому что американские семьи были почище наших. Там тоже было всякие... Никаких измен. Там все, значит, ходят. Это жена должна быть такая, муж должен был быть такой. И так далее. И возникали сложности и проблемы с эрексом мужчин, с наркозмией у женщин и так далее. И, соответственно, они просто учили ей получать удовольствие от сексуальной близости. И этот навык, восстанавливая отношения, функции соответствующие, физиологические и так далее. Но для этого нужно немножко созреть башкой. Чтобы начать в сексуальности относиться как к возможности друг друга радовать, радоваться в процессе этой сексуальной игры. Используя, как вы используете обонятельные или вкусовые рецепторы, поедая вкусную еду, точно так же использовать телесные рецепторы, играя в сексуальность с другим человеком. Мастера секса он называется? По-моему. Да. Он такой феминистический. Джонс – сволочь. Мастер. Так, что я рассказывал? Вот, в общем, короче говоря, когда мы говорим про половую потребность, я сейчас финализируюсь, да, когда мы говорим про половую потребность, нужно понимать, что мы в целом устроены таким образом, что мы очень легко входим в диссонанс, и нам нужно всячески этого избегать. Нужно понимать, что мы так организованы, что мы испытываем зависимость друг от друга, и все, что мужчины говорят о женщинах, то, что женщины говорят о мужчинах – это катастрофа, и это надо прекращать, все к чертовой матери. Что сексуальность у нас находится под угрозой, потому что она воспитывается, опять же, в противоестественной среде, да, значит, и, соответственно, отношения, которые мы строим, мы строим отношения с людьми, а не с представителями полов, и если мы это делаем, то мы должны понимать, что с людьми у нас могут быть отношения, если у нас есть общий содержательный континиум, если у нас есть чувство, что нас понимают, и если мы можем друг другу порадовать эрогенными местами. Продолжение следует...